Тема сегодняшней лекции – световой режим старения и рак. Ключевым органом, который лежит в основе многих функций организма, является эпифис. Его древние египтяне рассматривали как третий глаз. Это маленький предаток мозга, который находится в основании его. Рене Декарт считал, что в эпифизе помещается душа человека. В 1695 году русский врач Юрский написал трактат «Ванглопениалис» – «Шишковидная железа», где попытался обосновать значение этого органа для организма. Богомолец, известный геронтолог, эндокринолог, физиолог украинский, написал в 1727 году книгу «Клинис эндокринологии», в которой пениальную железу лишил всякого филологического значения и написал, что она представляет собой рудимент. История мелатонина достаточно кратка. В 1958 году всего, навсего, не так давно, открыт в середине прошлого века, Арон Лернер открыл мелатонин как фактор, вызывающий просветление меланоцитов. Отсюда название его «мелатонин». В 1774 году российскими учеными Райхлиным и Квитным было показано, что мелатонин может синтезироваться в так называемых энтерохромофийных клетках, кишечнике и во многих других органах. И он имеет свою большую роль. Вот этапы большого пути. Расс Райтер, человек номер один в изучении мелатонина, в 1773 году, то есть он показал, что мелатонин – эндогенный антиоксидант, в 1993 году. В 1773 году была первая работа в мире, в которой показано было, что мелатонин тормозит развитие рака молочной железы у мышей. К нашему удивлению это оказалась наша работа в 1773 году в опросах онкологии. Дэвид Бласк, исследователь мелатонина в онкологии, написал это в своём обзоре, что это первая работа. И в Ту-И-Ту из Парижского университета обнаружил возрастное снижение синтеза и секреции мелатонина. А Вальтер Перпаули, швейцарец итальянского происхождения, написал, что с возрастом, то есть мелатонин увеличивает продолжительность жизни мышей. Вот основные функции эпифиза. Регуляция циркадных и сезонных ритмов, регуляция репродуктивной функции, антиоксидантный эффект, противопухолевый эффект, солнечные часы старения. Вот здесь показана синхронизация биоритмов в организме. Световой сигнал, попадая на сетчатку, передаётся по нервосоптикус, в верхней шейной ганглии, оттуда супрахиазматические дроги паталамуса, где имеется циркадный ритм, ритмоводитель, часы, так называемые, биологические. И оттуда уже сигнал передаётся в эпифиз. Мелатонин регулирует иммунитет, артериальное давление, деление клеток, уровень гормонов, температура, режим сна, бодрствования. Вот один из крупнейших исследователей биоритмов организма Франц Халберг, он номинировался на Нобелевскую премию, он показал, что ритмы бывают ультрадианные, это околочасовые, околосуточные, недельные, лунные, сезонные, годовые, солнечные, 11-летние. Здесь мы должны вспомнить нашего учёного Чижевского, который писал о солнечных, солнечное эхо, земное эхо, солнечных бурь. Фактически они основали хронобиологию и хрономедицину, науку о биоритмах организма. Известный биофизик из Института теоретического экспериментальной биофизики Симон Альичич Ноль написал работу биологических часов, который обосновал, что маятником в биологических часах является суточное вращение Земли и движение массивных тел Солнца, Луны, планеты других. Земля, вращаясь вокруг своей оси, перемещает наблюдателя относительно Солнца, создавая цикл 24 часа. А Луна, обращаясь вокруг Земли, создает цикл 27 дней. Нобелевскую премию 17-го года присудили исследователям циркатных генов. Это гены, которые определяют вот эти все ритмы. Майкл Резбаш, Майкл Янг и Джеффри Холл. В 1984 году Холл и Резбаш выяснили, что ген период кодирует белок, который накапливается в клетках на протяжении ночи, а днем распадается. В 1994 году Янг открыли ген Таймлес, который кодирует белок Тайм, необходимый для нормальной работы внутренних чувств организма. Вот здесь представлены результаты одной элегантной работы, которая мне очень нравится. В 1998 году Холл и Ральф посмотрели, как происходит старение у хомячков с мутацией в циркадном осцилляторе супрахиазматического ядра гипоталамуса. И оказалось, что мутация в Тау сокращает на 20-30% продолжительную жизнь. А если хомячкам пересадить эмбриональную ткань в мозг мозга от нормальных хомячков, продолжительную жизнь восстанавливается. Это говорит о том, что циркадные ритмы очень существенны для продолжительности жизни. Вот смотрите, что делает мутация в генах циркадного ритма. Если нокаут, то есть выключение гена период 2, то уменьшается продолжительность жизни. Происходит преждевременное нарушение репродуктивной функции увеличения частоты опухоли. Мутация в генах КЛОК, ожирение, метаболический синдром, преждевременное нарушение репродуктивной функции. БМА нокаут уменьшает продолжительность жизни, увеличение перекисного окисления липидов, катаракты, саркопения. А вот гены, которые, нокаут генов, которые регулируют цвет ощущения, не света, а цвета, то они не влияют на продолжительность жизни развития опухоли. Вот смотрите, что происходит при выключении гена период 2. слева мыши мутантные, а справа того же возраста молодые, а те седые, лысые и вымирают намного быстрее, чем контроль. И у них развиваются почти 100% лейкозы. Дело в том, что гены цирракодного ритма и гены клеточного цикла в здоровых и опухолевых клетках очень тесно взаимодействуют. Они как бы спарены. И изменения в одной системе неизбежно приводят к разрушению в другой системе. Вот смотрите, показаны локализации экспрессии часовых генов в опухолях человека. Первая работа появилась в 2005 году. Всего ничто, 5 лет, 15 лет уже. Вот здесь перечислены локализации, при которых нарушены экспрессии часовых генов. Вот глава книги, которая посвящена цирракодному ритму и их роли на старение. При старении происходит прогрессивная утрата синхронизированной осцилляции биологических процессов, сопровождаемая постепенным уменьшением ее амплитуды. Вот замечательная работа, которую сделала Габи Добелхаммер в Институте гемографических исследований в Ростоке, Германии. она показала, что люди, рожденные в США, вообще в Европе, летом живут меньше, чем рожденные зимой. И объяснила это простым способом. Она считает, что беременность у женщин, которые рождают зимой, протекает в более благоприятных условиях, когда много фруктов, витаминов. И в Австралии наоборот, видите, в Австралии поскольку они наши антиподы. И мы задались вопросом, а что происходит у мух, мышей и крыс, которые не имеют суть длительной беременности. И оказалось, что мухи, мыши и крысы, рожденные зимой, живут дольше, чем рожденные летом. То есть это зависит не от благоприятных условий, а от того, что геомагнитное поле Земли имеет сезонный ритм. И что это очень важно, смотрите результаты следующих наблюдений. Вот крысы, которые родились в условиях естественного освещения с севера, весной и осенью жили по-разному. И более того, опухоли у них тоже возникали по-разному. У рожденных весной самцов, содержавшихся при естественном освещении, продолжительной жизни была меньше, а частота злокачественных опухолей больше, чем у рожденных осенью. Вот когда водили канцероген, оказалось, что саркомы бенспирен развивались большей чистотой у рожденных летом, чем у тех, кто родился зимой. То есть это все сказывается на нашей чувствительности к раку. Чем отличается секреция мелатонина летом и зимой? Вы видите, что летом длинный день и короткий период всех секреции мелатонина. зимой короткий день, длинный период секреции мелатонина. Очной пик мелатонина подавляет монохроматический голубой свет длиной волны 460 до 484 нанометра. а белый свет и необходимы достаточной освещенности 0,4 3 люкса. А белый свет подавляет мелатонин, когда 100 люкс достигает. Это говорит о том, что неоновые лампы, которые сейчас светодиодные, они осознанны голубым цветом, они очень опасны для здоровья. Вот здесь биосинтез мелатонина представлен. Он образуется из трептофана, который превращается в 5-гидрокситрептофан, потом в серотонин. И имеется фермент, который регулируется световым сигналом. Он подавляет превращение серотонина в стил гидрокситрептофан, то есть следующим вот этот фермент гидроксил индол метилтрансфераза. Она подавляется светом и блокирует превращение энерцитил в гидрокситрептамина в мелатонин. Вот что происходит при старении. У 25-летнего человека пик мелатонина ночью между часом и тремя 50 лет значительно ниже. пожилых людей вообще низкий. Но одна треть людей сохраняет нормальный ритм мелатонина. Вот здесь представлены данные факторов, которые угнетают ночной пик мелатонина. Вот смотрите, белые ночи, световое загрязнение, работа по ночам за компьютером, ночные бары, радиотелефоны. И к тому же, что в странах развитых до 20% сегодня занятых на производстве имеет сменный характер работы. Работали в ночную смену. Вот замечательная работа, которую опубликовали в журнале полярной медицины Келли в 26-м году. Смертность от рака молочной железы у коренного населения Аляски выросла в Тераза с 69-го года по неизвестной причине написали о нем. Через 10 лет они, эта же команда, только другой первый автор, показали, что за 30 лет в Арктическом регионе существенно увеличилась смертность от рака легких и толстой кишки. Но дело в том, что изменился характер жизни на Севере. Если в середине прошлого века еще можно было в чуме застать керосинку и лучину, то сейчас везде компьютер, электрический движок и все это привело к увеличению энергетической нагрузки, световой нагрузки. Вот смотрите, что происходит в Чукотке, не только на Западе. Уровень заболеваемости раком относительно стабилен. в России на Чукотке он увеличился на 80%, у мужчин на 150% у женщин, а сейчас вторая к толстой кишки увеличилась на 150% у мужчин, у женщин на 170% у мужчин. Это говорит о том, что эти изменения образа жизни касаются и наших аборигенов. Вот смотрите, мы проанализировали доктору Борисенкову из Сыктывкарского института физиологии Академии наук Частоту рака на пяти континентах как она менялась в зависимости от положения на удаленности от экватора и полюса. Оказалось, что рак молочной железы, эндометрия, толстые кишки чаще развивается у северян. Это коррелирует с потреблением энергии. Вот здесь график представлен. А шейка матки и стомок то есть желудок чаще на юге, потому что это вызывается инфекционными факторами. И на юге благоприятная боль для развития вирусов и паразитов. Вот низкочастотные электромагнитные поля, электромагнитные линии высоковольтные пособствуют развитию рака молочной железы головного мозга в образовании кровотворной системы. Вы видите, что через наши города идут лэп 150 метров перпендикулярно обе стороны выше заболеваемость этими локализациями рака. А у нас часто дети спят в помещении рядом с компьютером, электрохитинг, еще какой-нибудь музыкальный центр. Все эти электромагнитные поля влияют на ребенка. у них чаще лейкоза и опухоли мозги. Дачи строят прямо под лэп. Это неоднократно приходилось видеть. Все это очень опасно. Вот, смотрите, первично слепых людей, у которых мелатонина много, и он не поддержан вот таким циркадритмам. В два раза ниже рак молочной железы, рак предстательной железы и все виды рака. Это хорошо подтверждено. В эксперименте это хорошо доказано на разных моделях. Вот летчики разных стран, они летают через часовые пояса, и при дальних перелетах у них нарушается ритм, световой десинхроноз развивается, и у стуардесс развивается рак молочной железы, а у пилотов рак предстательной железы. Хорошо документировано. Вот в эксперименте Елизавета Филипски из Парижского института онкологии показала, что если смоделировать световой джетлаг, то есть менять каждые восемь часов, переключать свет на темноту, то рост саркомы, лазгия и индукция опухоли печени детям нитрозамина существенно усиливается. Вот последствия хронического джетлага. А у нас мы сейчас обратимся к этому. Низкая воспеваемость, высокий травматизм, природные привычки, депрессия, ожирение, асоциальное поведение, склонность к суициду, повышенный риск краха и ускоренное старение. Вот смотрите, что с нами делало наше родное правительство за годы советской власти. 25-го года у нас было несколько стратегических изменений часовых зон. И вот смотрите, в 2011-м году у нас Петербург находится в той же часовой зоне, что и Варкута, хотя фактически три часа разницы. И показано, что на западной границе значительно выше частота рака, чем на восточной, потому что восточная граница часовой зоны ближе к естественному режиму. И укрупнение часовых зон было нецелесообразно с точки зрения хронобиологии. И было важно, чтобы использовали зимнее время, когда правительство обратилось в комиссию по хронобиологии Академии медицинских наук. Комиссия дала заключение, что надо переводить на зимнее время. Правительство перевело на летнее. Это во главе с Медведевым тогда было. Вот смотрите, что происходит при нарушении светового режима при работе в ночную смену. Это большая когорта людей, медсестры, стюардессы, операторы, телефонные станции, полицейские. Риск коронарной болезни сердца повышен на 51%. Ожирение метаболического синдрома на 56%. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в 4 раза. Рак груди и толстой кишки на 36%. Вот свежая работа 2020 года. Свет ночи увеличивает риск коронарной болезни сердца. Смотрите, мета-анализ показывает, что все смещено вправо. Вот бессонница по ночам у женщины один раз в неделю фактически не влияет на риск рака молочной железы. А если 4 и больше, то в 2 и 3 раза увеличивается. Яркое освещение в спальне способствует на 40% увеличению риска. Работа в ночную смену на 60%. Средний уровень экскреции метаболита металлтанина 6-сульфатоксимедалтанина снижен на 43% работавших ночью по сравнению с работавшим днем. Медсестры, имеющий стаж до 14 лет не отражается это. А вот если больше 30 лет, то на 40% увеличивается риск рака молочной железы. Каждые 5 лет стаж увеличивает риск этого заболевания на 3%. Увеличение на 500 ночных дежурств увеличивает риск рака на 13%. Такие данные. Световое загрязнение городов. Это сейчас большая проблема. 62% населения земли ночью подвергаются воздействию освещения более яркого, чем его базальный уровень. А вот свежая работа 21-го года. Смотрите, наиболее загрязненные светом города. Москва на первом месте. Вот там указано сколько из облучения на квадратный сантиметр. Вашингтон, Катар, Квейт, Абу-Даби, Нью-Йорк, Осак, Лондон, Париж, Нью-Дели. Видите, в три раза меньше, чем Москва. Это все до добра не доводит. Вот смотрите, картинка, как светится Земля ночью из космоса. Мы видим Токио, мы видим Петербург, Москву, Осло, Хельсинки, Париж. Это с высоты 10 тысяч километров снятых спутников. И израильская команда вместе с американцами показала в 2008 году, что если наложить карту распределения по территории ночной освещенности и всех случаев рака молочной железы, то они полностью совпадают в левом нижнем квадрате. Они были настолько потрясены этим обстоятельством, этой находкой, что посмотрели 164 странах и тоже получили подтверждение, что риск рака груди и простаты выше более освещенных ночью местах. Вот корейцы недавно повторили эти опыты. Корея тоже небольшая страна и показали, что там же, где больше рака молочной железы, там выше ночная освещенность. Вот уникальный эксперимент, который провела профессор, тогда еще доцент Виноградова из Петрозаводского медицинского института при Петрозаводском университете. В опыте была тысяча одна крыса, которая содержалась в режимах освещения. естественном освещении, то есть, когда окна не были закрыты, свет не зажигался. Если были белые ночи, то в комнате были белые ночи, полярная ночь, полярная ночь. Свет зажигали ночью только для красной, для уборки, для животными. Постоянное освещение было, горели люминесцентные лампы, как вот в этом помещении. Стандартное освещение, 12 часов свет, 12 ночи. Световая депривация, то есть, как в фотокомнате горел только красный свет для уборки за животными. В каждой группе был контроль, группа, получавшая мелатонин, и петалон, это пептид, который стимулирует синтез мелатонина. Вот смотрите, что получилось. Постоянное освещение, естественное освещение с севера, Петрозавод на 400 километров с севернее Петербурга, там белая ночь еще длиннее. Они быстрее созревают, а в темноте содержавшейся у них созревание идет медленнее. И выключение цикла происходит быстрее при световом освещении круглосуточном аллель или NL Natural Light натуральное освещение, а синее это контроль. Вот что происходит с развитием неопухоли патологии. Самцы и самки болеют чаще, когда они содержатся при естественном освещении с севера или при постоянном освещении искусственном. А темнота постоянная имеет минимальную заболеваемость. Вот какие крысы развиваются при содержании при постоянном естественном освещении. Они весят иногда до килограмма. Таких монстров в норме не увидишь. Крыса нормально весит 400-300-50, ну максимум 450 грамм. А это до килограмма достигали. И у них все признаки метаболического синдрома. избыток жира, холестерина, бета-липопротеининов, гипергликемия, глюкозурея, избыток инсулина, цепептида. У них прежевременно включалась и выключалась репродуктивная функция и увеличилась частота спонтанных опухолей. Применение мелатонина и эпиталона предупреждало развитие метаболического синдрома и возникновение опухолей. Вот эта работа была опубликована в журнале «Эйджинг», очень высоко престижном журнале американском. И эта работа получила очень хорошо тестируется. Вы видите, что опухоли возникают в постоянном освещении существенно раньше и в естественном режиме освещения севера, чем в контроле. а в темноте реже. Вот у мышей то же самое. Быстрее выключается цикл, быстрее развивается и больше опухолей. Это мы опубликовали в международном журнале «Рако» в 2004 году. Вот эта работа по мелатонину, которая была опубликована в 1973 году. Это, страшно сказать, полвека почти прошло, когда это было показано. Вот еще одна работа, которая была сделана нами с профессором Бениашвили из Белийского онкологического института. Вводился канцероген нитрозометилмочевина. Это канцероген, который хит-энтран, он ударил и убежал. Через 10 минут его в организме нет. И когда вводили его и содержали крыс при стандартном освещении опухоли, развились где-то 40% крыс через возрасте 150 дней. Через 150 дней. Если посадить после этой же дозы канцерогена крыс в условиях постоянного освещения, то опухоли возникают в два раза чаще и намного раньше. А если посадить в темноту, то как будто бы канцероген не действует. Только одна опухоль из 44 крыс возникла. Это все коррелировало с уровнем мелатонина и пролактина, которое способствует раку молочной железы. Вот еще одна работа, когда канцероген вводили беременным крысам на 19-й день жизни, а потомство содержали при постоянном освещении или нормальном световом режиме, или в темноте. Вы видите, что опухоли нервной системы и почек, которые часто возникают у детей, развиваются значительно чаще при постоянном освещении. А у нас мамаши молодые, маленькие ребенок, когда встают ночью, у них свет горит везде, а свет не должно быть. вот постоянное освещение на развитие рака молочной железы у трансгенных мышей с этим благозвучным канцерогеном, онкогеном, который вызывает 40% опухолей у женщин с плохим прогнозом. Вы видите, что если освещать яркостью 300 люкс, то опухоли возникают больше на одно животное. Но если 2500 люкс, то есть яркое освещение ночью, то опухоли возникают чаще, они большего размера, их больше. А мелатонин препятствует развитию опухоли. И вот вы видите, на правом квадратике показано, что проведение мелатонина в 4 раза снижает экспрессию этого онкогена. Даже такая локализация, которая, казалось бы, не относится к гормонально зависимым, это рак толстой кишки. Этот канцероген достаточно ввести 5 раз под кожу крысам, чтобы развился 100% рак толстой кишки. И вы видите, что если посадить крысу после введения канцерогена в услуги постоянного освещения в желтой столбики, у них больше опухолей, а в темноте или введение мелатонина тормозят развитие. Это коррелирует с показательными пролиферативной активности PCNA и энтерохомофимными клетками, то есть это клетки, которые продуцируют мелатонин. Их число тоже уменьшается, когда световой режим нарушен. вот влияние мелатонина на продолжительность жизни и развитие экспрессии генов. Эта работа была совместно с Американским институтом старения и показалось, что мелатонин влияет не только на продолжительность жизни, но и экспрессию генов, которые определяют эту продолжительность жизни. Это клеточный цикл, пролиферация, адгезия клеток, мембранный транспорт, ликозы контролируют митохондриальные гены, то есть биоэнергетику. Вот здесь суммированы результаты наших исследований по изучению влияния мелатонина на рак. Мелатонин угнетает развитие опухолей и грызунов. Видите, сколько локализаций мы изучили? Звездочки отмечены. И сейчас идут исследования на людях. Вот в 2013 году защитился доктор Ермаченков на отделении желудочно-кишечного тракта нашего института онкологии и показал, что безрабсидивный период увеличивается на 27% рака желудка при введении мелатонина на ночь. МИЛС в 2005 году произвел метаанализ 10 рандомизированных исследований и выявил уменьшение годичной смертности до 0,66. Это серьезный эффект. А вот работа, которая вышла в прошлом году. Мелатонин увеличивает выживаемость рака предстательной железы у пациентов с плохим прогнозом. вы видите, что мелатонин, который давали на ночь в дозе 3 мг всего при благоприятном промежуточном прогнозе никак не сказались на развитии, на продолжительности жизни. А с плохим прогнозом выживаемость увеличилась с 64 месяцев до 153 с половиной месяцев. То есть почти в три раза с высокой степенью достоверности. это очень серьезный результат. Сейчас взрыв интереса к этой работе. Вот мелатонин, как он действует? Мы показали, что мелатонин влияет на мутагенез. Он угнетает мутагенный эффект непрямо действующих канцерогенов, которые нуждаются в метаболизме. То есть он действует на активность детоксифицирующих канцерогены ферментов. не влияет на активность мутагенов прямых метрозаметилмочевины, например. И увеличивает мутагенность метаметцина С, что нужно иметь в виду. Вот механизмы противопухолеводействия мелатонина. Мы их кратко суммировали. Вот механизмы угнетения генотропинов, пролактина, граммона роста, инсулин подобного фактора роста эстрогенов, рецепторов к эстрогенам, стимуляция иммунного надзора, апоптос, антиоксидантный эффект. Мелатонин самый мощный антиоксидант. Он защищает наш кишечник от стопроцентного рака, потому что все канцерогены, в всех случаях, большинство поступают с продуктами питания, с водой. у него мелатонин тормозит ангиогенез в опухоли, полиферативную активность и тормозит активность теломираза. Вот здесь тоже на экспрессе антиангогенов, антиангогенов все это способствует раку. Вот сменная работа ускоряет состояние канцерогенеза. Вышла сенсационная работа совсем недавно, в 2020 году, что ночная работа увеличивает, нарушает циркадную регуляцию репарации ДНК, приводит к накоплению повреждений ДНК, тем самым увеличивая риск рака у работающих по ночам. Это доказательство того, что мы показали в предыдущие годы. И это не только рак, но и старение. Вот на этой схеме видно, что когда света нет, мелатонина много, рака мало. Когда ночью горит свет, подавляется продукция мелатонина и больше рака. Эта мелатониновая гипотеза рака молочной железы была опубликована Решевым Стивенсом в 2007 году. Вот мы написали такую схему что свет подавляет продукцию мелатонина. Это приводит к окислительному стрессу, укорочению теломер, к клетчному старению и нарушению репарации ДНК, нестабильности генома и рака. Еще добавили метаболический синдром, развивается при снижении продукции мелатонина. Вот это такая общая схема действия мелатонина. Вот вышла работа совсем недавно. Почему искусственный свет ночью влияет на глобальные изменения обстановки в мире? Вот в частности обнаружено, что сочетание освещенности с глобальным потеплением сопряжено. Там же, где больше освещенность, там больше потепление, температура. таким образом мы можем сделать вывод, что угнетение ночного пика мелатонина, вызываемое проживанием на севере сменной работы джетлагом, постоянным освещением, электромагнитными полями от 50 до 60 герц, бессонницей, выключением часовых генов или удалением эфирса преждевременно вызывает преждевременное старение развития опухоли. А повышение ночного уровня мелатонина темнотой, слепотой, мелатонином, эпиталамином, это экстракт эпифиза, стимулирующий синтез мелатонина, замедляет старение и предупреждает развитие опухоли. Международное агентство по изучению рака дважды обращалось к этой теме. Вот была первая работа в 10-м году, монография 99, восьмой том, где было написано, что сменная работа канцерогена для человека группе 2А. И в прошлом году вышла новая монография 124-й том, которая краткая аннотация его опубликована в Ванцете Онкологи недавно. И вот здесь работы нашего института очень высоко оценены, включены в эти монографии мы с автором этих статей и монографии. Что делать? Удлините ночь до 9-10 часов, но не больше. Затеняйте окна, если за окном особенно горит свет яркий, реклама. Избегайте даже кратковременного воздействия света ночью. Выключайте лампы, компьютер, телевизор, когда спите. Не смотрите телевизор и не следите за компьютером перед тем, как лечь спать. Сейчас. Потому что даже на 15 секунд включить яркий свет ночью это подавляет ночной пик мелатонина. Если вы встаете ночью, обеспечите свещение в туалете и ванном туслым красным цветом, который меньше подавляет мелатонин, чем свет белый или голубой особенно. Не принимайте мелатонин без назначения врача. Хотя в белые ночи я бы всем рекомендовал принимать. И сам принимаю. Вот сколько диссертаций выполнено в нашем институте и в других городах под нашим руководством. 16 диссертаций кандидатских и 4 докторских. 8 монографий, 150 статей, из них одна треть в зарубежных изданиях. Вот книги, которые выпущены по этой проблеме. Мы здесь участники исследования. Вы видите, что в наших исследованиях участвовали ученые академических институтов, институтов Академии меднаук, Минздрава, Петербурга, Петрозаводска, Сыктывкара, Мордовии, Киева, Харькова, Тбилиси. А здесь представлены зарубежные исследователи. Италия, США, Германия, Франция. Это все нашло отражение в совместных публикациях. И я в завершение вам прочитаю лекцию по хрону Берге геронтологии необычную, чтобы вы немножко отдохнули. В лучах божественного света все оживает в жизни новой. И путь свой пройти готовый, хоть знаем, что конечное лето. Загадка вечности и века, кто отмеряет наши дни, что заставляет человека расти, стареть, затем уйти, кто месяцы считает годы, ответ поищем у природы. Итак, Создатель свет зажег, да в Солнце нам со дней творения. Он все живущее обрек считать свои круговращения. Вертясь кокеткой круг России, Земля считает наши дни, а бледноликая Луна и милый Братец Месяц считают каждый лунный месяц. Летя стремительно в круг Солнца, запнувший круг считаем год, и сей божественный завод определяет жизнеход. Смотых ногтей для нас не нова, свет дарит жизнь и с ней любовь, а к темноте мала сурова, страшит она и студит кровь. Как все живущие под солнцем открыв глаза мы видим свет и верим растворив оконцы, что краше света в жизни нет, а ночью темный лес в страхе и кошки серые звери грозит, поэтому кто сам не смелый под одеялом крепко спит. Отметим парадокс природы, короче дни коль ночь бела, но прибавляют наши годы без света ночи темнота, и так выходит день нас старит, а ночью телом молодеем мы демографию поправим когда часами обладеем ночь и день луна и солнце осветив бока земле заглянув в мои оконцы отчитали время мне минус съеденный динамик день прошедший сутки прочь может с мыслями собраться мне поможет друг мой дочь ночь с утра до ночи целый день часы считают палки тень но если ночью солнце спит и время может быть стоит действительно чем короче тень тем выше солнце вечером солнце низко тень длиннее песочные часы сквозь лет воронку просыпаюсь песчинки дней ввиду лекут на дно я право очень сомневаюсь что это изменить дано кукушка но слага быстро вытекает уходит с времени течением могучий если полон силы будь сдержанным и неспесивым пронесет через река тебя великая река судьбе равнинные воды плавны полонения редки но накладны но если жизнь твоя фонтан то срок короткий звезд не дан коль очень быстрым твой поток определил был свыше рок то жизнь свою награду закончишь водопадом мне сподушелищ на ручей что прыгает среди камней он весел в чистый юн пока на нем могучая река бригет звучит уютно мой бригет владельцев прежних уже нет они являлись в этот мир завершили жизни пир а я за ними не спешу бригет немного поношу электронные часы мой хронометр природный мама с папой завели и без боя включались годы как в работе так в любви заряд в батарейке видно несколько ослаб и придется отбиваться от болезни крепких лап заменить ее удастся я не знаю может нет коль сумею продержаться до соловников ответ Алексей обещал атомные часы стучит могучий эталон считает время века когда ж на волю выйдет он не станет человека и в заключении гимн гарантолога я раскрою все секреты мышкам жизнь продлю навек долголетием как наградой будет счастье в человек и налью бокал хмельного им запью мелатонин и засну и что ж такого коль засну я не один месяца ко мне в окошко заглянул знакомый лик жизнь спешишь ты брат немножко ты седой но не старик предпереды преклоняюсь не мичуренец же я зреет крепнет мое знание свет и тьма мои друзья два коня в моей пряжке им доверия в жизнь свою и на санках со мной рядом та которую люблю мы промчимся в их жизни солнцу с месяцем привет и с таким настроем славным проживем две тысячи лет всего спасибо за внимание